Что-то у меня в корпусе. Окей, я включил запись. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Значит, мы сегодня разговариваем о первом недельном разделе третьей книги Тора, книги Ваикра. И книга Ваикра – это вообще говоря, энциклопедия «Карбонос». Ну, об этом слове мы чуть попозже поговорим, потому что обычно люди это дело воспринимают слово как «жертвоприношение». Дальше мы об этом будем говорить подробно, почему «жертвец», почему «карбонос». Все объясним. Важно, что практически 80% теста книги Ваикра – это жертвы, это порядок службы вешкания, а в дальнейшем в храме. А главный центр этой службы состоял в том, что коины и главный коин по особым правилам резали овечку или других животных, или приносили на жертвы муку, маску, вино, ну и это все сжигалось. И вот об этом энциклопедия «Карбонос». Значит, в чем главная идея, пока произнесем привычное слово «жертвоприношение». Отправимся в книгу «Берешит» в самый первый перег. «Берешит» один стих 27. «И создал Элогим Адама по образу своему, по образу Элогим создал его, мужским и женским создал их». Так написано в том, что… Значит, двуще повторенное слово «образ» – это не астология и не разбрасывание лишних слов. Первый образ, вот создал его Элогим Адама по образу, имеется в виду по замыслу своему. То есть не то, что Всевышний тоже имеет какой-то человеческий образ, а руки маги, знаете, старик в ночной рубашке под ховороткой на голове, сидящий на области. Такого Всевышнего нет и никогда не было. Речь идет о том, что Всевышний замыслил создание Элогим, подобно тому, как инженер прежде чем подкроет стадо, где он из-за чего чертел. Это его замысл, это его образ, по которому он дальше строит стадо. А вот по образу Элогим означает подобным себе. Но опять-таки речь не идет о подобии антропоморсовым, так сказать, руками, ногами, глазами, языком. Речь идет о том, что человек должен иметь некоторые качества, подобные качествам Всевышнего. Ну, разумеется, речь здесь не пойдет о бесконечности, трансцендентности и непринадлежности к этому миру. Речь идет о других качествах. Например, вот к 27-му посуду книги Береши мы про Всевышнего знаем одно, одно единственное, что он творит, что он творит мир, так сказать. И сказал Всевышний, вот да будет так, да будет так, да будет так, идет процесс творчества мира. И Адам, вот этот самый первый человек, Адам с большой буквы, он становится сотворцом в определенной степени партнером Всевышнего в сотворении мира. В чем состоит его творчество? Нет, Адам не говорил, что да будет свет, а ну или что-то в этом роде. Свет уже для Адама создан. Адам дает имена всем элементам творения. Адам имя – это процесс сотворчества. Только тот, кто сотворил что-то, дает ему имя. Подобно тому, как, я не знаю, имя географического объекта, да, там, хребет проживательского, оно, значит, в 99% случаев дается тем, кто открыл этот объект, да, и так же там, кто открыл физические законы, там, закон Коэля-Марионта или Ломоносова-Луандье. То есть дать имя – это некий элемент творчества. И вот Адам все творит не раз, дает имена. А Всевышний, как мы узнаем дальше, это уже не первый перик пересек, а это чуть позже, Всевышний поступает в качестве высшего и справедливого судьи. И человек обязан прежде всего устроить справедливый суд на земле для человеческого общества. И это настолько важно, что это входит в семь заповедей сыновей ног. Ну и так далее. Можно говорить о многих качествах Всевышнего, о тех качествах, которые Всевышний, которые не, Всевышний проявляется в материальном мире, окружающем нас. И вот человек, согласно закону Всевышнего, должен в определенной степени обладать этими качествами, соответствовать замыслу Всевышнего. Быть поступным, конечно, в своем человеческом масштабе. Никто не говорит, что человек должен стать бесконечным, трансцендентом и так далее. Нет, на своем человеческом масштабе. Так вот Всевышний обладает безмерным хептедом. Слово, значит, не очень похоже на его обычный перевод «милосердие», но это умение отдавать. Вот умение давать, давить другим. И человек тоже должен обладать умением давать. Это очень важный момент. И первым человеком, который научился давать, был даже не ага совершен. Он еще не знал, не понимал, не ощущал, что все, что вокруг него, это то, что он получил. А теперь он должен отдавать. Это его дети. Ильц у нас в конце дней и принес Каин из плода земли приношение Акшер. И Эбель принес тоже из первенцев своих и из жирных. И принял с желанием Акшер Эбеля и приношение его. Это береже, четвертый берег, по сути, три-четыре. Я сейчас не буду подробно рассказывать про историю Каина и Эбеля, хотя тут все очень интересно, что придумал, а как глава, необходимость в жертвоприношении Каин, которого мы всегда считаем не очень хорошим человеком. А Всевышнему понравилось приношение Эбеля. А почему? А потому что Каин принес из плода земли. Ну, он земледелец, он производит зерно, фрукты, масло, вино, все такое. И вот он что-то такое из плода земли принес Всевышнему, который не выделяет что? Что-то типовое там, ну, что-то урожать чиниться. Вот возьмем этот мешок, или гост, или какую-то нерву, и принесем Всевышнему приношению. А Эбель принес не просто он скотовод, и вообще говоря, у него есть все вещи, но есть молоко, масло, мясо, шерсть, ну вот его продукция, производство. Но Эбель принес из первенства войны. А мы понимаем, что первенец уже, как правило, это самый сильный, самый такой жизненный, наполненный жизненный, то есть хорошо было бы его держать для улучшения стада, или съесть такой самый упитый мяс. и не просто из первенцев, а из жирных. Значит, тут это слово можно понять как отформленное, но поскольку приносит обычно очень маленьких вигнад, да, вот на восьмой день вигнадок готов для принесения, об отформленности наверное речь не очень идет, а скорее всего речь идет здесь о породе наиболее жирных таких овец. То есть уста бывают опять же разных пород, на шерсть, на молокон, на масса, и вот есть такая-то порода, отличающаяся особой жирностью. И вот переграды этих особых жирных овец приносит эльф. То есть он выбирает из того, что у него есть, наиболее дорогое и ценное. что у него есть. Хорошо. И если человек стремится приблизиться ко Всевышнему, то очевидно, что это приближение должно сопровождаться готовностью от самого ценного, что есть для тебя. То есть я вижу, которые отдают из перенцев и из жира. вот это путь понимания приближения ко Всевышнему. И на первый взгляд так обычно, знаете, стихотворение Роберта Рождественского, да, Рождественского, Реплием по лейтенанту неизвестно моего Рождественского, но и Матыши жизнь и смерти, пронзающая как свет, нас требует что-то третье, чем выделен человек. Животные жизнь берут, люди жизнь отдают. Тревожащие прожебят в отличие от дверей, способность к тому пожертвованию единственная у людей. Красивый поэтический образ, абсолютно неверный, вычеркивает. Значит, я не знаю, видели ли вы когда-нибудь это в жизни, но вот у Виталия Биянки описана ситуация, когда кошка нападает на гнездо какой-то птички. Я не знаю, уже не помню, воробья или голубя. И вот эта самая воробьиха, которая в 10 раз меньше кошки, которую кошка может, так сказать, ударом лапы убить и съесть и не заметить. И вот эта воробьиха раскопырив крылья, выпить и в клюв и с жёстким значит пистом нападает на кошку и абсолютно клевает на себя, потому что он идёт за спиной в гнезде сих и и вот это в животных является биологическим инстинктом, что родители да, могут погибнуть и так устроен мир и кроме кошки есть масса ещё других опасностей, но главное спасти птенцов, потому что это продолжение рода. И в биологической истории выживают те, у кого этот инстинкт достаточно сильный, забота о потомстве. То есть самое дорогое, а вы простите, на 99,99 мы относимся к животному миру. И наше поведение в очень сильной степени связано с теми инстинктами, которые в нас вложены как животных. И вот самое ценное, что есть у любого человека, это не своя жизнь со всеми. И об этом бережит 22 перг, 2 посуд. И сказал Всевышний Авраам, возьми пожалуйста сына твоего, единственного своего, которого любил ты Ицхака, и иди себе в страну моря, и приними его там ула, на одной из гор, о которой я скажу тебе. Я не буду сейчас подробно анализировать эту историю, мы не об этом, только замечу, что ула, вот это необычное слово, это такой вид корпород жертвоприношений, которые целиком сгорают на жертву. То есть есть жертвоприношения, которые по-разному там утилизируются, сгорают небольшая часть. А ула это второй вид курмана, который сгорает на жертв и целиком. Вот, это один момент, который я хочу вам сказать. И второй момент, обратите внимание, что слово любил стоит здесь в прошедшем времени. Ты его раньше любил, а сейчас он уже не принадлежит тебе, он мой и он добр, отдай его мне. Так говорит всевышний Абраам. Абраам с ним согласен. Значит, он берет с хата там, далее, готовит дрова и отправляет в страну моря. Он готов отдать Всевышнему. Самое ценное, что есть у них. Хотя из этого следует, что не будет потомства, не будет еврейского народа и так далее, но Абраам ни одной секунды даже не спорит. Значит, я только еще раз скажу, что вот если вы откроете почти любой другой перевод Туры, то вы увидите здесь слово любил в настоящем времени, которого ты любишь ицхака. И это является грехом, ошибкой, переводочком. Значит, вот здесь вы можете увидеть, что перевод, дословный перевод соответствующей мосоргинской традиции, перевод, где слово любить, глагол любить стоит в прошедшем времени. Ицхак уже не твой. Все. Ну, история окончается замечательно. Всевышний останавливает руку Абраама, который готов принести ицхака к жертву. Всевышний посылает Абраама к барана и из этого мы учим, что человеческие жертвоприношения, в том числе жертвоприношения карманов детей, как выходило, категорически отрицает. И это в общем вещь довольно не случайна. Если мы сейчас уже это знаем 100% из успехов наших артеологов, вполне себя распуканно до кноамейского слоя, то есть до слоя тех, кто населял Эрис Израиль, до нашего прихода из Египта. И вот в кноамейских домах, под я не помню каким углом, но вполне определенным, типа там северо-восточным углом дома регулярно находится такой длинный кувшин, в котором косточки скелета новорожденного младенца. Это был такой милый кноамейский обычай, что переноса в семье надо было зарежать, положить в глиняный кувшин и закрывать в углу дома. Это такой истинный способ служения кноамейским богам, так что запрет на жертвоприношение человеческие вообще и детские в частности по тем временам это было отнюдь нетривиальный акт милосердия декларированной нашей Торной. И вот теперь после этого затянувшегося вступления мы возвращаемся в экра первый перег второй посуд. Значит я здесь специально выделил слова на иврите и дал их перевод прямо по кусочкам посуда. Значит для тех кто читает на иврите для них это все станет понятно то сказано говори сына Исраиля и скажешь им человек Адам когда приблизит из вас Корбан ну на иврите написано Корбан вот я это выделил в скобочках на русской культуре я напишу жертву для Ашел для Всевышнего из скота из крупного и из мелкого приблизьте жертву вашу то есть когда человек хочет оставь Всевышнему самого себя или самое дорогое что он ему видит он очень хочет приблизиться к Всевышнему это цель его я отмечаю что Корбан слово Корбан то что вот здесь написано на иврите Корбан оно является произвольным от глагола лекарем приближать то есть вот это действие приношения Корбан это действие приближения к Всевышнему и в этой ситуации такого человеческого подъема душевного надо Корбан делать из скота из крупного и из мелкого и ни в коем случае не приносить человеческие жертвы и хотя потом там в книгах судей мы прочитаем историю про Ифтаха который дал Всевышнему и принес в жертву собственную дочь наши мудрецы к действиям Ифтаха относятся очень скептически поэтому это не есть разрешение человеческих жертв приношений то значит и выграем на русском языке довольно давно знаете это было еще ой-ой-ой в начале девяностых годов во времена большой русской римии была издана такая прошутка она называлась 30 вопросов по прогрессивному иудаизму и эта прошутка в основном занималась критикой именно жертв приношений что это дикий варварский древний обычай который никакого отношения к продвинутым современным людям 20-го ну по тем временам веса не может иметь никакого отношения вообще говоря вот этих вот прогрессистов немножко жалко потому что стоит кстати реформистский иудаизм это 1820 год его начало то есть уже 200 год в те раньше времена они все критиковали они критиковали обреграние они критиковали как шрут они критиковали шапат и так далее и так далее с тех пор наука такая вот европейская наука прогрелась очень далеко и наука очень четко показала что скажем и обрезание и соблюдение кашрута и соблюдение шапата все это является очень оправданным для человека для его полноценной длительной счастливой жизни значит все это хорошо арава наука доказала то прогрессивные эмоисты уже не могут это критиковать и у них остался последний ответ для критики это жертвоприношение но в этом то я никакой пользы нет и между прочим я много раз вам повторил вот эту вот фразу жертвоприношения так вот на самом деле жертвоприношение это христианское профанирование иудаизма это идеологическая борьба между христианством и иудаизмом и если внимательно посмотреть на историю вопроса откуда в русском языке появилось слово жертвоприношение то можно увидеть что это христианские тексты которые восприняты православной религией в частности ну и католицизмов конечно тоже но и православных и через православную религию через старо-болгарский язык который часто называют церковным полянским это дело пришло на Русь и стало неотъемлемой частью русского языка и мы все воспитаны хотим мы этого или не хотим знаем ли мы иудаизм или не знаем но мы воспитаны в русской язычной культуре и вся русская литература это вот жертвователь жертва жертвоприношение и так далее и так далее и оттуда же из христианства идет замечательный очень красивый очень иностранальный храм строят в сердце своем а не из камней то есть искренняя молитва проповедь спектакль фильм еще что-то вот они пути приближения человека к человечественным идеалам ну и молитва и проповедь и спектакль и фильм скажем только фильмы это достижение начала 20 века все остальное это жизнь в Сочи и очень раньше времен театр был из древней Египте и межречи вот и молитва и проповедь понятно то есть это метод эмоционального приближения к человеческим идеалам хорошо и Курбан вот то о чем говорит на так секундочку о чем говорит на книгово литра Курбан наполнит эмоциональным воздействием вот взятки он материал да мы режем овечку но на самом деле там колоссальная эмоциональная воздействие и оно состоится не только в том что мешкар или храм это совершенно роскошное одолжение сверкающее золото поездки храм то мрамор и священники Курбан одеты роскошные одежды совершенно ослепительные которые на обычного человека производят потрясающее впечатление и весь этот ритуал службы то есть все это колоссальное эмоциональное воздействие но это не просто лично вот все это мы можем вывести на скоте потому что в самом ритуале Курбана есть такое потрясающее эмоциональное воздействие есть тем как овечку завез линька жертву верно это жертва общественная это делает коров а если это жертва моя личная если я совершил какую-то ошибку в своей жизни слово грех это не вредство к христианам ошибка я промахнулся надо было бы сделать вот так а я сделал по-другому и на самом деле эта ошибка она мне видна да никто не видит и не знает что я сделал что-то не так это я вижу это я знаю что эта ошибка мне спать не дает понимаете так вот я прихожу к мешкам в левхрам со своей овечкой я кладу руки на голову овечки и я говорю я сделаю то-то и то-то не так пожалуйста прости я знаю что ты можешь простить ты добрый ты можешь простить и вот чтобы тебе показать всю искренность моего нового понимания моей чувы моего возврата на путь туры я отдалю тебе вот эту орвечку сделай с ней так как написано в том спасибо тебе и это нужно никому никому весь курбан начиная от рукоположения на голову овечки он наполнен так что переливается через край эмоциональным воздействием прежде всего меньше но он материал это не просто слово которое сказала оно улетело нет это настоящая материальная живая овечка или горсть муки или ну за счет ковыгра сосуд с маслом или что-то еще то есть это вполне материальные вещи которые я отдаю вот эту христианскую фразу мне хочется интерпризировать по-другому храп конечно строит сердце иначе не бывает но его строят из камней только на материальной основе и вот только ощущение материальности происходящего поступает через проводник через эмоцию иначе 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 сердце человека воздвигает в нем храм всевышнего спасибо за внимание и позвольте мне подсветить наше сегодняшнее занятие победе украинок украинок слава украине какие будут вопросы окей господа и дамы пожалуйста если есть вопросы к уважаемому лектору сейчас самое время спросить можно вопрос да пожалуйста это гунтерс спасибо спасибо юрий за прекрасные лекции очень хорошие вот это разъяснение карбана это действительно очень многим запутало вот это понятие и вообще это мутит все понятие о святом о боге но я у меня такая просьба может быть не вопрос как-то уже второе занятие юрий как-то у вас не знаю вот слышно секунду 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 мы вначале извинились ты совершенно прав есть проблемы мы в следующий раз их решим хорошо все извиняюсь извиняюсь нет проблем все извиняюсь очень извиняюсь все хорошо спасибо тогда есть еще вопросы либо мы переходим ко второй части нашего заседания которое вообще говоря будет связано с первым народ раз народ два очень интересно спасибо народ три так ну хорошо народ как бы отнекивается я смеюсь хорошо тогда я сейчас включу свою камеру секундочку одну да окей я надеюсь меня видно так значит я продолжаю некоторую традицию которую я начал со вчерашнего раза сейчас секунду почему-то я это сейчас не вижу одну секунду сейчас полсекунды ага да вот все и идея такая что я постараюсь быть ближе к тексту читать на иврите переводить может быть мы даже не будем успевать столько сколько в прошлые разы но мне кажется правильно все-таки быть как бы близко к источнику мне кажется это создает как бы особое ощущение даже для тех которые пока что не читают на иврите итак значит ханан парад задается большим вопросом который я думаю задавались все мы а именно как понять смысл курбанут по-русски все-таки переводится жертвоприношение поэтому будем пользоваться этим термином хотя как объяснил до этого доктор лениц это конечно не соответствует еврейскому смыслу этого слова но тем не менее итак задает глобальный вопрос который на самом деле очень трудно получить ответ а именно ма пешер коль ма се карбанут в общем просто по-человечески спрашивает в чем пешер пешер слово общее понимание в чем общее понимание вот этого действия карбанут жертвоприношения и какой смысл какое послание божественное для тех кто приносит его сейчас для тех кто приносил его тогда в пустыне и на все поколения то есть именно для нас какой смысл был для них и какой смысл был для нас то есть одно то что этот вопрос ставится как бы во все его колоссальные величины означает что даже если многие из нас если не все и включая вашего покорного слугу с трудом как бы понимают зачем этот вопрос мучил и мучить не только нас итак я думаю что мы сегодня успеем рассмотреть два полностью противоположных подхода вот чудо полностью противоположных подхода два великих мудреца один рамбам мушебе бен маймон и второй рамбан мушебен нахман который и в нашем аспекте рамбан который жил несколько позже чем рамбама он яростно оспаривает точку зрения рамбама а вот что говорит рамбам и так говорит ханан парад и действительно рамбам человек аллаха человек который с которым связано создание свода религиозного законов да мишне тура и кроме того великий еврейский философ оге дэот гадоль он и ткаша и ткаша затруднялся и он затруднялся в этом вопросе Курбанод и посвятил этому вопросу несколько объемистых как бы глав параграфов в третьей части своей знаменитой книги Муреневухим Муреневухим который по-русски переводит опять же с ограничениями связанно с переводом а именно путеводитель растерянных это именно про нас итак ладат рамбам бэпроким эле нуат амасэ акарбанод лахвот мэн труфалы макар а вода зара итак по мнению рамбама в тех частях Торы а именно цифер выекра которую мы сейчас начали который весь посвящен всем церемониям всем что связано с жертвоприношением итак он пишет что описание вот этих в этих частях которые связаны в недельных разделах которые связаны с жертвоприношениями они представляют собой а дальше интересно говорит мэн труфалы макар то есть есть такое выражение на еврейке как бы некоторое лекарство перед поражением ударов то есть это что означает означает что есть некоторая ну как бы болезнь есть некоторая неприятность да для человека да и поэтому всевышнее дает некоторое лекарство для того чтобы помочь справиться с этой болезнью а какая это болезнь ну конечно мы понимаем эта болезнь называется а вот азара а именно идолопоклонство шесары рабула которое в то время было распространено или царило в мире у бали и дэйбитун бэбухан элили и нашла находила свое выражение в отвратительных идолопоклонческих церемониалах скажем так приношение жертв идолам как сказано в книге дворим можете проверить 12 глава второй стих аля арим арамим ва аля гбаот витахат коль эцаранан а именно на всех подъемах высотка в горках да то есть на всех горах и на всех высотках и на всех холмах и под каждым деревом то есть вот настолько было развито и было поклонство и вот дальше ханан парад описывает как бы резюме выжимку если так можно сказать из слов рамбама да в мурен и вухим в третьей части тридцать вторая тридцать вторая парагов тридцать вторая глава вот очень интересно пишет рамбам послушайте а именно и было распространено имеется ввиду я думаю в то время было распространено да во всем мире приносить разные виды животных в качестве жертвоприношениях в их храмах алькен логазра хахмато шиитсавену лэ аних минэ а вуда аэм кулам было звам лэ ватламки а за я зэ машил лэ 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 тэва адам и поэтому из-за того что поклонство было настолько распространено всему миру и укоренило в сердцах людей алькен логазра хахмато и поэтому утверждает рамбам не как бы приказала хахмато мудрость всевышнего о том чтобы мы были заповеданы лэ аних минэ вудо тээль для того чтобы мы оставили все эти виды лэвопоклонства да оставили их совершенно и как бы аннулировали их ликвидировали лэ ватламки потому что это это не могло быть принято в сердце людей по природной сущности человека вот такое интересное объяснение дальше поразительная вещь пишет из-за этого Всевышний оставил разные виды этих работ вэцэвану левно тэйхайло и приказал нам заповедовал нам построить ему храм вэшиэ мизбэх лэшмо и для того чтобы был да жертвенник в его имя вэшиэ курбанло и чтобы было приношение ему вэизвир вэизвир мэасот давар мээла масим лэ золото и предупредил не делать ничего кроме этого а именно приношение на этом жертвеннике ему и вэтам проявилась божественная мудрость что таким образом будет стерта идолопоклонство уда зара и вместо нее она будет заменена работой жертвоприношения в едином хране мигину настоящей работой до в котором будет проявляться божественное присутствие и его единство и дальше просто заканчивает и пишет потрясающе вполне как бы по-человечески так можно сказать пишет рамбам и заканчивает и как бы сердца людей души людей не сникнутся не сожмутся скажите как угодно да или не отстраняться и не почувствуют себя чуждыми отстраненными из-за того что у них отняли биту или ликвидировали те приношения которым они привыкли писать такая потрясающая мы из этого видим что вообще весь подход рамбама он вообще как бы не знаю он получается что он отрицает как бы всю изначально есть так можно сказать первоначальную сущность жертвоприношения и говорит что вообще все жертвоприношения весь церемониал еврейский он был сделан только с одной целью почему потому что люди были люди привыкли кидало поклонству их невозможно было в один раз от него отлучить и для этого надо было все это свести как бы в другие рамки окей вот такой интересный подход теперь дальше смотрим следующее следующий подход написано а бикор это на комице рамбан а на рамбам а именно жесткая как бы критика рамбана да мушебе нахмана на рамбама на маймонида двора фануазимший рамбам пишет а именно пишет такие дерзкие слова рамбама аль сумблемация значит есть такое понятие психологическое сублимация а именно когда одно вытесняется другим чтобы человек не думал о идолопоклонстве как бы в храме и в идолопоклонических храмах это вытесняется заповедью о приношении жертвоприношения в храме который заповедовать всевышний это называется сублимация как бы замещение да с помощью которой и с помощью этого тура пытается справиться с пульханом с ритуалом идолопоклонства и это говорит это это можно разбирать в качестве как бы интересного психологического подхода но при этом при этом ханан парад он как бы имеет ну как бы так сказать дерзость сказать ах давар но для каждого кто реально занимается изучается писания важно он понимает понимает некоторый посыл какой а именно говорит слова рамбама чрезвычайно далеки от пшата от прямого смысла понимания писания а и зачастую в данном случае да они даже и сказают направление или смысл торы а ба ле ватеет эраха карбано талрумэ мет мало там которая тора да приходит выразить изначально из изначально ценность жертвоприношений и как бы показать нам показать нам их их величие их высоту и это происходит очень важный еврейский принцип их изначальную смысл и ценность а не бы диават что значит бы диават а не опасля как я понимаю идея такая ханан парад если идет за рамбаном который мы сейчас прочитаем и утверждает что в жертвоприношениях есть изначальный смысл а не потому что это сделано опасля как лекарство поскольку человечество было погружено в идолопоклонство надо было сделать сублимацию и так дальше отдать некоторые лекарства чтобы отвлечь людей до от идолопоклонство заставить забыть да и как продолжает дальше в эхэн рамбан бы перушел и пасук и поэтому рамбан в своем объяснении к пасуку да какой пасук пасук посмотрите в икра в самом начале да в первой главе 9 стих о-ла-и-ше-рэх-ни-хо-х-ла-ше в приблизительном русском переводе это звучит так о-ла-ла это огнепалимая жертва то что называется а именно это то что сжигается полностью и-ше да это огненное рэх-ни-хо запах угодно есть так можно сказать всевышнему и вот из этого пасука очень трудно объяснить очень трудно объяснить всю сублимацию всю идею сублимации который развил рамбан почему потому что написано по-простому рэх-ни-хо-х-ла-шэм а именно запах нехох нехох это угодный всевышним и дальше и рамбан он он яростно как бы сражается нападает на слова рамба рамбама военониртами лахтех бодварим кедурбанот в комиксат дворов и не как бы уходит от того чтобы обвинить или как бы бросить рамбаму яростные жесткие упреки и вот и вот и вот краткое резюме того что говорит рамбан яростно споря с рамбамом воене эм диврей абай и вот и вот то что диврей абай я думаю он имеет ввиду рамбама и вот говорит рамбан слова рамбама да которые призваны для того чтобы вылечить тот большой как бы шевер духовный кризис который был связан с теми отвратительными ритуалами которые были идулопоклонников и как бы который объясняет весь смысл жертвоприношений в храме только в чем для того чтобы вынуть из сердца людей тиреидолопоклонников да злодейство и типшут и глупость да вы а катув амару говорит но ведь катув писания говорит кенегет геша не в сэдзу говорит но ведь сам катув само писание говорит да в противоречии этому неправильному подходу как он называет подход рамбама киэм лэхэм ише лэрэх нехох потому что они а именно жертвоприношение лэхэм ише да это огнепалимые жертвы лэрэх нехох опять это слово которое сочетание которое очень трудно объяснить с позиции рамбама которые запахом благоугодным запахом благоугодным и в скобках пишет айно то есть что всевышний именно он как бы заинтересован желает бэ курбанот в жертвоприношениях вэсамэхлих адхила бэ афатам и он изначально заинтересован в их приношении да и дальше как бы вот такое очень интересное да один сражается с другим и пишет дальше да и дальше в продолжении как бы спора с рамбана с рамбамом да он говорит что с точки зрения как бы историю философики с точки зрения развития в Торе мы видим что эти вещи они тоже лишены как бы фундамента почему и дальше приводит пример ноаха почему потому что ноах при выходе своем из ковчега в то время когда не оставалось никто а именно только он и его сыновья то есть никаких его поклонников в помине не было и у него не было никакого как бы задачи да бороться с распространенным в человечестве идолопоклонством почему потому что остался только он и его сыновья и крив курбан шая рехни хохлашем он принес жертвоприношение которое было опять повторяется это слово сочетание рехни хохлашем которое было запахом угодными так можно сказать всевышнему это то что говорил доктор линец и говорит и даже нет даже до ноха мы знаем историю про двух первых детей в мире а именно на и их жертвоприношения который написано который принес плодов земли который принес от первенцев скота от первенцев скота и от жиров их скажем так и мы видим что всевышний принял да или предпочел жертвоприношение эвеля опять же когда не было никакого идолопоклонства в мире я от себя добавляю никакой сублимации быть не могло да и пишет дальше и дальше как бы ставит печать или резюмирует рамбан свои слова в отношении самоличной ценности если так можно сказать жертвоприношения без а мусорит в таком крике души скажем и не дай бог если мы будем считать да что в них нету никакого тоэлит в рацион то есть в них нет никакого смысла и никакого желания рак шо-лэ-но-таву-да-зара и даже если мы можем абстрагироваться от некоторых очень острых выражений которые рамбан говорит против рамбан тоэлит 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 которые заповедуют всевышний они предназначаются предназначаются для того чтобы вынуть из сердец идолопоклонников да которые вносят жертвоприношения идолопоклонствам нету никакого сомнения нет никакого сомнения что общее направление цель торы открыть или показать нам в в в во всем ритуале жертвоприношений в храме битуйна двикут хаяба ашем пример страстного живого прилепления к всевышнему благословиться имя его и опять и видеть в них и опять приводится вот это вот вот приводится этот послуг а именно огнепалимая жертва ола да запах угодный для всевышнего ну вот как бы я хотел на этом оставить может быть вас нас да в некотором на некоторой развилке и каждый из нас может быть подумает какая тема ему более близка подумать те аргументы и эти аргументы я могу только сказать что в продолжении сейчас нас к сожалению больше нет времени как бы этим заниматься но скажем так пересказывая в двух словах сам ханан парад да он более не то что более он придерживается понимая то о чем говорит рамбам он придерживается мнения рамбана о изначальном смысле жертвоприношения а не только как идея лекарства сублимации по рамбаму и пытается разрешить этот вопрос через жертвоприношение исхак у него есть такая большая статья которая ну небольшая статья отдельный как бы параграф который говорит о том что а именно жертвоприношение исхака как основа для приношений индивидуальных и как для приношений общины дальше он как бы очень интересно описывает приводит это как бы тоже да такой современный подход мы рассмотрели рамбама рамбана а потом он приводит к еркигора да к еркигору который известно у него есть литературное как бы произведение на тему жертвоприношение исхака где он говорит что аврам был поставлен перед очень тяжелые как бы дилеммы с одной стороны человеческой и как бы идеологической сделать поступок который противоречил противоречит всему его мировоззрению а именно человеческие жертвы и как бы исхака но это известная тема а с другой стороны полностью подчинить свое желание всевышнему и как бы ханан парад именно подчеркивает на конец акиды да где сказано не делай ему ничего не делай ему ничего то есть ни в коем случае не наноси ему никакие не только не приноси его в жертву но даже предположим жертву не приношу начну какое-то повреждение ничего ему не делай а вместо этого будет жертвоприношение и вот эта вот замена ну скажем человека на человека на жертвоприношение вот эта вот идея идея является основой понимания жертвоприношения ну вот как-то так на одной ноге это то что я хотел сказать в этом случае как бы ну показать вам как бы возможные подходы мне это показалось интересным и в любом случае как бы ну не то что можно сказать неоднозначно показать сложность сложность тем не менее понимание жертвоприношения если это было сложно для рамбама и рамбана наверное стоит предположить что и для нашего поколения которые вообще не понимают что такое идолопоклонство да и которое настолько далеко от какой-то связи с животными не знаю скотоводчество и там пятое десяток поэтому для многих из нас тема жертвоприношения для меня лично она очень сложная и очень трудно понять ну вот это то что я хотел сказать окей есть какие то вопросы есть да пожалуйста да пожалуйста я хотел бы в некотором смысле аргумент поколебать рамбана потому что аргумент с нохом что поскольку нох был до то значит не было повода но если предположить что для всевышнего нет как бы сказать оси времени да и поэтому он может предвидеть дальнейшее развитие он вполне мог сделать это превентивно то есть идолопоклонства нет но я знаю что там вот через 142 года оно будет и поэтому сейчас я ну дальше очевидно все да окей ну во первых такое может быть то есть мне кажется да мне кажется такое может быть с другой стороны мне кажется что я должен был понимать рамбан да 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 но мне кажется я хотел сказать такую штуку что я вижу некоторое капитальное отличие и поправьте меня если я не прав капитальное отличие между подходом как это не банально звучит современного человека и между подходом древнего человека я думаю что и каин и эвель и ноах они действовали по какому-то естественному движению души я думаю что не ошибусь если скажу что направление души современного человека оно прямо противоположное то есть а это означает что я могу вам сказать да на своем примере я присутствовал при тренировке приношения пасхальной жертвы здесь в Иерусалиме на меня это опять я все время говорю меня я уже не раз получал по голове за это хотя даже было потом дискуссия да на меня это произвело совершенно жуткое впечатление сначала по голове а потом дискуссия это по нашему не ну как бы вообще понятно я как бы я катонки я не знаток Торы я не раввинг очевидно да я такой же как вы только может быть чуть-чуть могу читать на иврите да окей на меня просто мое ощущение то есть все разговоры о том что фанфары там тоже стояли как бы левиты вот там что-то такое они пели и все значит на меня это все произошло чрезвычайно ужасное эмоциональное впечатление значит не только я один такой значит как бы нервный да и вот любитель животных там люди вообще рядом со мной стояла девочка которая фотографировала значит там в обморок не упала вот в общем там было многочисленные экиса это не только я это не только я это не только я такой то есть сказать что вот мне так просто это принять это нет я очень надеюсь я лично очень надеюсь я лично очень надеюсь что в храме да который будет выстроен в ближайшее время скажем так всеми нашими общими усилиями там будут какие-то действия которые будут отвечать душе человека а не отвращать людей ну вот как бы вот вот мне так кажется на там ты знаешь вот я сейчас пока это все слушал я почему-то подумал что в новом храме люди будут сжигать автомобили и пачки долларов скорее всего а не животных а с другой стороны конечно момент интересный ведь в то время в древности а почему именно животные почему не было приказано например приносить туда богатые шелка или что в то время было ценным смотри опять мне кажется мне трудно вообще понять да мне это трудно понять но мне кажется идея такая что это это тоже животное оно тоже как человек на каком-то очень большом уровне да вместо того чтобы сжечь самого себя или принести в жертву самого себя я приношу животное но при этом тоже когда говорят вот такую версию да речь идет только про отдельные виды курбана то есть вот ашан когда человек повинный то что то что говорил юра да но есть ведь не повинные жертвы жертву благодарности и все поэтому как бы для меня эта тема она достаточно из теми она достаточно из теми не закрыта не говоря о том что просто физически да такая физическая подробность поскольку я присутствовал на этой как бы тренировке да пасхальный жертв кто-то когда-то ощущал да что такое запах сожженного животного да это чудовищный запах но тем не менее в торе написано что это с этим спорить невозможно как это соединить как это соединить я не знаю возможно кроме кроме да нашей борьбы за храмовую гору наша борьба вообще с этими самыми сарабами пятое десятое то есть наше физическое присутствие на храмовой горе может быть еще может быть еще восстановление храма и этого ритуала связано с тем что человечество должно прийти например к отказу от поедания мяса и может быть тогда изменится отношение к к жертвоприношениям животных может быть человечество будет всем по-другому к этому относиться на сегодняшний момент я никак не вижу просто вот реально никак не вижу каким образом я мог бы объяснить современному человеку да я не люблю этот клише но тем человеку который наш современник который живет вместе с нами я не понимаю как я могу прийти скажем к нерелигиозному человеку объяснять ему что он должен вместе со мной делать максимальное усилие для того чтобы восстановить сжигание животных поэтому да да поэтому не знаю у меня нет ответа у меня ответа нет поэтому я вам специально привел рамбана и рамбама для того чтобы показать что даже такие два великих мудреца они сильно расходятся в этом понимании окей но вот кстати все-таки мне было бы любопытно понять поскольку аргумент с ноохом приводит рамбан да почему ему мой как бы совершенно очевидный аргумент не ну а проверка как-нибудь но ведь как бы очевидно это это не гроссмейстерский ход а пятеразрядника то что я говорю владимир я думаю здесь идея такая я думаю что вы тоже в каком-то смысле идете по рамбаму то есть вы тоже делаете сублимацию вы тоже говорите что это лекарство нет я просто нет я в данном случае даже не становлюсь на сторону рамбама а возражаю рамбану вот я бы так сказал что здесь проскальзывает логика я думаю что рамбан и это то что говорит ханан парад да невозможно вычеркнуть халила вот этой фразы ише рех нехо то есть это написано что всевышний он сам желает жертвоприношения он сам желает ему самому это приятно и в этом изначально ценное жертвоприношение а не как процесс лекарства таблетки сублимации для того чтобы вытесить и глупо это как бы совершенно странно это все равно что ну как вы там голодная вам жена говорит ну сделайся яичницу в конце концов умеешь делать ищем поди сделай но согласитесь что говорить всевышнему что вот что чтобы он стал говорить что вы мне тут сделаете а то я сам не могу это согласитесь странно запах это это что-то другое имеется в виду понимаете наверно вы говорите что я тут яичницу сделать сам не могу вот поди сделай мне а то я вот я конечно все могу вот только яичницу не могу сделать смотрите немножко немножко чуть-чуть уходя в сторону есть какая-то тема похожая вот мы читаем книги Рава Шерке в том числе книги к душа в этом и там была такая тема которая меня поразила и она в каком-то смысле похожа на то что мы говорим сейчас а именно там анализировалась как бы идея свободы идея желания и свободного выбора и приводился и Рав Шерке там приводит такую как бы проводит такую идею что вообще все массы эгель то есть вот этот вот грех с кельцом и он проводит такую идею что в принципе бне и сраэль у них была правильная задумка они шли потому что им как им казалось им надо было сделать и он приводит там потрясающий пример который я очень сильно запомнил что после всей этой истории после всей этой истории все золотым кельцом всевышний говорит всевышний говорит он не говорит не приносите никаких кельцов не занимайте глобоголосы казалось бы как бы логично правильно они сделали неправильно им говорят ну 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 никогда этого не делайте а что говорит всевышний что загадочная вещь он говорит когда вы будете делать крови из серебра их не делайте а делайте их из золота и это снова получается как бы такая штука что как бы вся эта идея с золотом она была права но только в рамках была неправильная и это то что говорит Рав Шерке что они делали в правильном направлении но они не дождались когда спустился 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 и он бы объяснил как правильно делать крови а в целом их направление было правильно поэтому в каком я очень осторожно сейчас подбираю слова поэтому в каком-то смысле мне кажется это ложится на то что говорит рамбам даже не то что очень странно я никогда не слышал чтобы кто-нибудь предлагал поклоняться крови это а там имело место поклонение согласитесь окей еще раз мы не будем сейчас туда очень далеко уходить но как бы идея в том не в частности то есть как бы сама идея в том что люди делают искаженно и неправильно и поэтому надо направить да их искаженное неправильное понимание в правильное русло потому что если если по простому например я бы считал что после золотого кельца по идее должно быть приказание мне золото не надо это ваши человеческие дела но для меня как говорит Гриша да сжигайте эти самые мобильники и доллары мне ничего вашего имущественного не надо это для вас для меня это не ценность а вместо этого описывается сто процентов как все должно быть сделано из золота опять казалось бы из того же золота на котором прокололись ну почему оно должно быть в храме поэтому в каком да правильно правильно да правильно поэтому в каком то смысле то что говорит Рамбам то что говорит Рамбам мне это где-то близко хотя опять же аргументы которые приводит Рамбан о том что написано это невозможно понять по-другому. Как соединить это противоречие, я не знаю. Ну, в смысле говорится, что это фигура речи. Запах приятный из Киевышнего. Да. Потому что, ну что, я вот захочу сейчас полстакана сока налить и налью. Ну, и чего я буду сказать? Ребят, приезжайте ко мне тут в деревню, налейте мне соку. Ну, как-нибудь сам справлюсь. Да. Ну, вот как-то так. Хорошо, мы нарисовали как бы абрис рамки. Мне, например, я часто повторяю эту фразу. Мне очень нравится такая фраза о том, что главная задача нас, религиозных, если так можно сказать, да, это понять самим. И самое главное – объяснить другим, зачем нужен храм в нашей дне. Когда мы это поймем сами. Наверное, в обратном порядке. Главное – понять самим. Да, понять самим, конечно. Когда мы поймем сами, да, и когда мы сможем это объяснить другим, вот это, на мой взгляд, это самый важный путь, самая как бы главная ступенька для восстановления храма. Потому что без этого, без этого, все остальные как бы физические вещи, наверное, они имеют смысл. Как бы реставрация, восстановление храма в Лутворе и так дальше. Очень может быть, что это имеет смысл. Но я от себя скажу такую фразу, но, может быть, вам покажется немножко дикой, но мне лично она кажется… Я, во всяком случае, ее принимаю. Когда меня спрашивают про храм, про жертвоприношение, вот я говорю такой ответ. Смотрите, давайте сделаем такую параллель. Как государство Израиль возродилось в виде, в котором не предполагал никто? Ни один мудрец, ни один раввин, никто не предполагал, что государство Израиль, которое, слава Богу, существует уже 70 лет, и дай ему Бог существовать дальше, оно будет в таком виде. И очень может быть, да, перенося эту симметрию на храм, может быть, что восстановление храма будет тоже происходить по пути, который совершенно не вписывается во все представления, которые были до этого. Вот это чисто мое предположение и мое построение. Вот это меня где-то утешает. Окей? Хорошо? Господа, если больше никаких особых аргументаций нет, давайте, может быть, на этом закончим. Хорошо? Спасибо. Спасибо. Окей. Спасибо, Дорог. Окей. Я присоединяюсь к тому, что сказал, что Юра, да, что прекратилось это. Какие угодно эпитеты можете сказать, они будут правы. Чудовищные. Последняя цифра, которую я слышал. Уже около двух миллионов беженцев, половина детей, миллиона беженцев. Европа? Европа. Я не знаю, было ли такое во время Второй мировой войны. То есть это что-то чудовищное. И если произойдет чудо, и эта война будет остановлена, то за это можно только молиться. Чтобы прекратилось что-то чудовищное, что происходит. Окей? С молитвой о прекращении этой проклятой безжалостной войны. Всем счастливо и до свидания. Будьте все здоровы. Пока. Спасибо. Пока. Спасибо. Пока. Пока. Пока.